Глава воюющей державы и на словах, и на деле действует в абсолютный унисон жертвой агрессии и, видимо, с руководителем, который представляет жертву агрессии. Мне кажется, что, как бы они не отвлекались, каким бы они отвлекающим манёвром не занимались, я подал заявление в НАБУ насчёт злочинного обгруппования, я казаху пыла в Ладу в Украине, сюда входят люди с СБУ, генеральной прокуратуры и других властных органов, это под следствием НАБУ. В конце концов, Украине будет расследовать это дело, а не дело о таком, о моём сговоре с ФСБ, так называют. А что касается дела сговора с ФСБ, в начале 20 века было знаменитое дело Дрейпуса во Франции. Эмиль Золя, французский писатель, защищал французского патриота-офицера Дрейпуса, которого живо обвинили в том, что он агент немецкого генштаба. Точно так же перед Второй мировой войной совместные операции НКВД и кестапов обвинили Тухачевского и Акира, что они агенты в хитлеровской Германии, расстреляли их по лживым обвинениям, а потом Красная Армия осталась без руководства. Саакашвили в Генеральной прокуратуре сгадует историю, в частности, мы следуем за всем на живо. Редактори, пожалуйста, техническая служба, налагайте связок. Мы ж питаем у вас, шановні друзья, в рамках всего того, что вы видите, чи домовлятся Саакашвили и президент Украины Порошенко. Так або нет? Голосуйте 0800 20-50-20, 0800 202-800. У прямого эфира я собираю вам ваши думки. И есть думка Народного депутата Украины от фракции Блоку Петра Порошенко. Андрей Антонюшак с нами. Что думаете, пан Андрей? Из того, что вы почули зараз, как вам? Ну, по-перше, я уже говорил, что есть подозри висунутой Генеральной прокуратурой Украины щодо Саакашвили. У пана Саакашвили, насколько я понимаю, есть фаховые адвокаты. От хай зараз занимаются. Генеральная прокуратура даёт свои доказы. Депутаты пана Саакашвили – это спростовый суд, хай выносит решение. Я не буду втручатися в судовый процесс и, соответственно, в расследование данной справы. Теперь, что касается вашего вопроса, домовляться или не домовляться. Ну, я вважаю, оно не... Андрей Антонюшак, мы повернемся до вашей думки. Саакашвили, слушаем далее. Поэтому я абсолютно спокойно пішов с ними до бюджетницы. Третий раз сюда я пришел, потому что я буду виконывать, ну, сгідно с их повесткой, с ухвала. Си вымоги закону. Я совсем не поважаю украинских прокурорів, але я поважаю законы Украины. Михаил, скажите, пожалуйста, вчерашние действия в Октябрьском дворце. Вы вывели людей, а потом вы дистанцировали. Нет, я не выводил людей для захвата. Готовы ли вы взять ответственность? В символическом пикете Верховной Рады. Они сказали, да. По дороге мы зашли в Шотневый дворец, как я и объявлял. Потому что нам сгадали жены депутатов. Мы стали... Они сказали и предложили обустроить там совместный штаб в двух комнатах. И они сказали, и депутаты наши подтвердили, что там можно арендовать эти комнаты. Мы сказали, по дороге мы идем, делаем им штаб и идем дальше. Как только я увидел там надгвардию, как только я увидел еще какие-то элементы в волоклавах, которые... Они знали, что мы придем в Желтневый дворец. Там было пять шерек полиции внутри уже. Они выдумали версию. Подсчитайте, что Герашника сказал. Сакашири с боевиками выдвигаются, захватывают дворец, где проходит елка для детей. Скажите... Да, извините, еще раз повторяю. Почему вы не задаете вопрос? Что у них была подготовлена версия, что там какие-то дети. Мы приходим захватывать и устраивать Норд-Ост. Чисто СБУшная, ФСБшная провокация. И... А эти провокации, они будут устраивать каждый раз. Они так устроены. И еще раз говорю, я беру ответственность за то, что я не допустил насилия. Я не допустил никакого штурма. Я четко сказал... С самого начала протестных акций. С первого дня. Это было совершенно четко. Они будут заманивать нас в Даня. С самого первого дня они кричали, что они возьмут Верховную Раду. Они возьмут Банковую. Извините, зачем нам было захватывать Шелотнеевый дворец? С таким же успехом я мог захватить, я не знаю, какой-нибудь там Гуси и Лебеди ресторан. Или Хуторец. Или там Пузату Хату. И оттуда объявлять импичмент. Это ж абсурдная версия. Тут речь шла о том, что все было официально. И все мы официально действовали. Поэтому провокации будут. Украинский народ не состоит из разумных людей. Они прекрасно понимают, о чем речь. Они прекрасно понимают, что власть, которая не способна улучшить жизнь людей, которая насквозь прогнила, которая насквозь замешана в коррупции, будет отвлекающей банюры делать. Но это не означает, что люди не должны выходить на улицы. Просто я скажу, что мы должны выработать еще лучшие механизмы защиты от провокации. И мы понимаем, мы должны знать, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с приспредельщиками, которым все равно. Они были бы оба очень рады, действительно, если бы в зале были дети, если бы там была елка, если бы все перепугались, если бы, не дай бог, там были бы жертвы, для них это было прекрасным и отвлекающим маневром. Для меня, любое насилие, с моей точки зрения, полная катастрофа. Почему? Потому что нам не нужно ничего разбивать. Когда у нас будут миллионы, у нас все больше и больше и больше. Все двери для нас откроются, и все окна для нас откроются. Нам не нужно их разбивать, и нам не нужно никуда вламываться. Для чего эти люди два месяца в палатках, если они хотели куда-то вломаться? Они в палатках, потому что мы специально сказали, мы никуда не заходим и ничего не забираем. Вы ждали заранее, что там дети? А кто сказал, что там были дети? Они сказали, я оказался полным враньем. В том-то и дело, что они подготовили версию. Кто вам сказал, что там дети? Там не было никаких детей. Это их версия была. Они начали сказать, да-да, приходите, без проблем. У нас это самое. Потом, когда мы пришли, сказали, пусть администрация выйдет и скажет, что там у них мероприятие без проблем, мы идем дальше. Администрация не вышла, вместо этого нацгвардия сразу выступила шуточкой. Вот и вся история была. Это все задокументировано. Скажите, договориться об офисе, аренде, вы могли после марша, после митинга? Это была часть наших мероприятий. Еще раз говорю. Вы что, не понимаете, что это провокация была? Вы можете сто раз мне задавать вопросы. Это самое очевидное было. Когда они говорили, когда они врали весь час, что какие-то боевики захватывают, идут захватывать, когда такого никого на умерение не было, ни провозглашенного, ни два месяца уже должны были доказывать, что мы ничего не захватываем. Это раз. Тем более, какой-то Октябрьский дворец. Какого черта нам было захватывать, захватывать? Можете сами проанализировать? Это раз. Второе. Все было очень просто. Они сказали, что там елка, что было полным вранье, что там дети. Потом они после этих всех мероприятий сказали, что родители детей написали заявку, что их взяли. Это все официальные представители власти говорят. Это не журналисты. Родители детей написали заявку, что их детей захватили в заложники. То есть они повторяют эту идею процессуального кодекса. После чего, они, когда меня вывозили, или СБУ сказала, мы тебя не задерживаем, мы тебя затремиваем, мы тебя охраняем. Они меня, как-то, охраняли таким образом. Заламывая руки и засовывая машину. Поэтому люди увидят, что они занимаются полной ерундой. Они, значит, меня освободили от машины. Люди действовали законно. Депутаты, которые были там, действовали законно. А эти люди действовали незаконно. Потом, когда Луценко меня вывозил в прокуратуру, опять-таки, не было официально ухвалы. Я предлагал прийти, вручить мне эту официальную ухвалу там, где я был. Они отказались это делать. Вместо этого заломилось рано утром. Много полицейских, и они избили 12 человек с соседней палатки. Из них, у одного из них, выбили все зубы, извините. И после этого, вы мне говорите, что там был юридический процесс. Что-то очень странная форма вручения ухвалы, в виде выбитых зубов. Эти люди вообще очень отдалились от закона. Украина сейчас управляет организованной преступной группировкой, которая действует методами организованной преступной группировки. Вся эта прокуратура, СБО, вся эта просто мишура от того, что они делают. На самом деле, они давно уже не уважают никаких законов. Они давно уже попрали все права. И они хотели демонстрировать по отношению коммуны ко мне, что если с Саакашвили можно вот так поступить, когда весь мир пишет редакционные статьи о там ведущих мировых изданиях, то что можно делать с любым гражданином, который абсолютно защищен? Поэтому вся эта демонстрация, вся эта обезьяничание, вся эта свистопляска была только с одной целью – запугивание остальных. Я сам не запугался и призываю остальных тоже не запугиваться, потому что чем больше мы будем объединяться против вот этих всех, но мирно и спокойно, и не поддаваться на их провокации, типа, каких, как было вчера, тем быстрее мы продвинемся к замечающим цели. Украине еще раз хочу так. И заявить эту мою твердую позицию. Украине не нужен новый Майдан. Я категорически против новых Майданов в Украине. Я категорически против любого проявления насилия и так далее. Украине не нужны Майданы, но Украине нужна смена власти. Смена власти должна произойти так, как она происходит в Европе, так, как она произошла в Румынии, не при Чаушеску, а сейчас, недавно. Так, как она произошла в Бразилии, так, как она произошла в Южной Корее, в других продвинутых странах. Это не модель Майдана. Майдан, к сожалению, уже ничем хорошим. В памяти людей из-за того, что продолжение было плохое, и люди, которые пришли в результате, были не очень хорошими, Майдан ничем хорошим для людей, к сожалению, уже не связан. Хотя я считаю, что это героическая страница украинской истории. Украине не нужен Майдан, и мы все не делаем нового Майдана. Мы призываем всех не делать нового Майдана, не ассоцировать нас с историей Майдана, потому что история Майдана, это не наша история. Наша история, это история европейской страны, цивилизованных мирных протестов, не перерастающих напряженность и стычки столкновений. Вот то, что мы делаем. Мы будем это делать, кто бы какими разводками не занимался. Это моя оптимулированная позиция. Что касается... Что-то больше. Матер, можно сейчас один вопрос? Секунду. Скажется, прокуроры, что-то они медлят, медлят. Мы настаиваем, чтобы не спустились, чтобы не сделали свое заявление. А почему они медлят? Не знаю. Сараду Николаеву, да, то есть мама раздумает. Вот видите, видите сейчас. Нам надо еще упрашивать прокурора к вам спуститься. Они... Подумайте, подумайте, я хочу, чтобы подумали. Извините, сейчас, сейчас. Сейчас, подайте. Покажи.